Продолжение следует... Официально исторической науки картину. Картину морских боев парусных кораблей, вооруженных чугунными пушками, стреляющими начиненными порохом ядрами. Или кавалерии, атакующие севастопольские бастионы, размахивая саблями. Хотя в этой официально исторической науке есть и упоминания об использовании в той войне нарезного оружия, первых пароходов и даже морских мин. Но за недавнее время многие исследователи приоткрыли завесу нашего реального прошлого. И картина той далекой войны стала представляться в совершенно других красках. Исследователи этого реального прошлого выяснили, что технический уровень во время Крымской войны был гораздо выше, описанного историками. Получается, никаких парусных кораблей в том виде, как их рисуют на картинах 19 века, в той войне не использовали. Англо-французская эскадра пришла к берегам Крыма на броненосцах и транспортах, оснащенных паровыми машинами. Образ реальных военных кораблей все же дошел до нас на фотографиях и картинах гражданской войны в США 1861 года, произошедшей всего лишь на несколько лет позже. А также есть свидетельства каких-то странных, якобы природных катаклизмов в период той войны. В Крыму в 1854 году вдруг произошло страшное землетрясение с тяжелыми последствиями, особенно для осаждающих англо-французов. А из некоторых источников известно, что английские солдаты и матросы в письмах домой сокрушались, что против Крыма собрана вся армия мира и не могут его взять. И еще какой-то странный шторм потопил разом у берегов Евпатории большую часть эскадры захватчиков. Может это были все же последствия применения какого-то мощного вооружения? Как думаете вы? Пишите в комментариях под видео. Но вскоре в 1855 году, после кстати смерти Николая I, вдруг в войне начался перелом. И захватчикам удалось взять Севастополь и часть побережья Крыма и Кавказа. Моя версия той войны представлена в фильме на канале Айспик «Нас уже бомбили. 19 век». В ней я предположил реальный ход событий по разделу мира, начавшегося сразу после глобальной катастрофы 40-х годов 19 века. Той, засыпавшей длинной первые этажи зданий всего мира. В майской экспедиции мы встретились с севастопольским искателем Виктором. И Виктор показал нам множество предметов того времени, Крымской войны, обнаруженные им в окрестностях практически своего дома. Но далее Виктор нам показал и предметы античного периода, на основе чего я сделал важный для себя вывод. Вывод о том, чем же был Крым в античные времена или до потопа 17-18 веков, если учесть то, что античность реально это средневековье. Крым в античных временах А на какой глубине это было? Вить, а это что за пуля такая? Виталия, остров Сардиния. Набирали в союз англичане, французы, итальянцы, сардинцы, как их зовут. Их набирали в войска. Ну их единицы остались сотни там в конце Крымской войны. Холеры, эпидемии, все поумирали. Это те, кто представлял в Крымской войне Сардинское королевство. А вот это что за пуля? Тамезье. Пуля тамезье. Французская? Французская франция. А вот пуля английская. То есть англо-французские войска, которые воевали в Крымской войне, имели разное вооружение. Это французы, это англичане, это сардинцы. Сардинское королевство. Но об этом не сегодня, о Сардинском королевстве. Тут совершенно другая история. Непонятно одно, какой должен был быть пороховой заряд, чтобы толкать такую пулю. То есть это пуля 16-го калибра. Это камушек. Практически как у авиационной пушки сегодня. Практически 20-ка. Ну чуть-чуть и будет 20-ка. То есть реально это авиационная пушка с 20-го калибра начинается. Это была жестокая война. Вить, они были нигильзованные. Как вообще ими стреляли, предположительно? Засыпали порох, пожевали, вставляли капсюль. Боек бил по капсюлю, воспламенялся порох и по нарезке пуля выходила. Штуцерные пули. Но как раз вот в этом, скорее всего, и не стыковка. Форма пули очень грамотная, а стрельба из нее примитивная. Причем вот таким вот калибром. Крымская война. А, вот капсюль. Они разные. 5 листочков, 4 было. Вооружение Крымской войны давно представляет из себя загадку. Как думаете вы? Пишите в комментариях. Вить, а вот это вот что такое? Глиняные кувшины, если треснул, пифос, амфора, гидрия, трещина пошла. Вода будет выливаться. Или вода, или вино. Засверливали и вставляли сверцовое искрительство. Это белый свинец. Я первый раз такой вижу, белый свинец. Реально. У меня вопрос один. Чем засверливали кувшины? Какая угловая скорость нужна для сверления кувшина? Однозначно, это нужна хотя бы ручная дрель, чтобы это сделать. Вот они все. То есть, вот это вот все были ремонтные материалы для склейки треснувших кувшинов. Перед нами обломки бутылок и керамики Крымской войны. Вот какая-то фирма, написано Шинон, наверное, Франция. А вот какими были бутылки тех времен. То есть, совершенно неотличимы от наших современных бутылок. Скорее всего, это были бутылки от шампанского, похоже. Специально, как у бутылок от шампанского, здесь противосфера. Здесь находился напиток большого давления. Толщина толщины в три раза больше. Мы видим, что раньше толщина бутылки была намного больше. Вот как минимум в два раза она была толще. То есть, могла выдержать большее давление внутреннее. Да, очевидно, это все от шампанского бутылки. И стекло-то какое? Очень непрозрачное темное стекло. Что это за стекло такое? С чего оно сделано? Вообще не просматривается. На солнце просматривается чуть-чуть совсем. А вот горлышко бутылки. Да, их полно тут. Это керамика с орнаментом. Даже есть с проволокой медной горлышки. То есть, они гусарили. Брали саблю, чтобы не открывать, отбивали. Интересно гусарили. Стреляли такими пулями и отбивали бутылочные горлышки с саблями. Красивое все. Вить, а вот мы видим бутылки. А скажи, пожалуйста, консервные банки были какие-нибудь у этих англо-французов? Кроме мармелада, про которую ты рассказываешь. Конечно, были. Как они выглядели? Мясо тушеное. Обычно банка литра на три. В середине луженая. И бирочка овальная. И на ней написано сардины. С Англии приходили. С Франции приходили. И мармалад, и мармелад этот был. И чего такого у них не было. И пивные кружки были. А вот наши войска, у них что-нибудь было подобное? Да ничего у них не было. У наших не было. Не было и тогда? Деревянная кружка, деревянная ложка. Да, все золотые. Все золотые. Может быть медная, бронзовая. А на наших позициях бутылки были? Наши тоже что-то? Были, но очень мало. То, что они трофею брали. А в основном привозили вино нашим. Деревянная бочка, лошадь, краник медный. Кружку подставляешь, следующий, следующий, следующий. И все. А то, что они трофею брали, то и пили. Вот вам и борьба цивилизации. У нас в деревянных бочках вино. А может быть даже это и не вино было. А англичане и французы уже имели практически современную тару. А потом эти бутылки собирало местное население. Использовало под подсолнечное масло. Мы соприкоснулись с бытовыми остатками предметов Крымской войны. Историки, видимо, их не посчитали нужными. И не взяли. Благодаря Виктору мы видим их у него. По моему мнению, Крымская война – это наивысшая точка, апогей постпотопного раздела мира. Этот раздел начался сразу же после глобальной катастрофы середины 19 века, засыпавшей слоем глины первые этажи зданий всего мира. По моей гипотезе, события развивались примерно так. Перед катастрофой в мире межпотопных империй было относительно спокойно. Конечно, внутри союза европейских империй происходили тайные процессы борьбы за верховную власть в этом союзе. Но открытых войн европейских аристократий друг с другом не было. Об этом нам четко говорит якобы фантастический роман Адаевского 4338 год. В нем, в этом романе, как раз и показан период истории до глобальной катастрофы, той самой середины 19 века. И показан союз империй, таких как Пруссия, Россия и Австрия. Даже согласно официальной исторической науке, этот союз действительно существовал. Существовал с момента наполеоновских войн, как раз до середины 19 века. И назывался он Священным Союзом. По-моему, этот союз и был той самой Священной Римской империей. В которую, кроме трех вышеуказанных государств, входили еще и Франция с Англией. Тогда же существовали государства и не входившие в состав этого Священного Рима. Это Османская империя. Империя Великих Могулов на Индостане. Свободная Тартария в Средней Азии. Но самая большая империя, не входящая прямо в состав Священного Рима, но тесно с ним взаимодействующая, это Катай или Китай по-современному. И она очень хорошо показана как раз в романе Адаевского. И однозначно, это не тот современный Китай. Это тот еще античный Катай. Территория, граничащая с Россией, с Востока. Территория Западной и Восточной Сибири. Опять же, об этом нам говорит имя Катайского студента, главного героя романа Адаевского. Ипполит Джунгиев. Вы когда-нибудь видели китайца с именем Ипполит? Я думаю, тот Китай, описанный Адаевским, это просто Московская Тартария или Сибирское царство. В общем, по моему мнению, до катастрофы середины 19 века политическая обстановка в мире была примерно такой. Но роман описывает приготовление союза государств к отражению кометной угрозы. Кстати, Катай хочет вступить в этот союз. Всего лишь через год от времени, описанном в романе, Земля должна столкнуться с кометой Биеллы. Также в романе показан и технологический уровень империи того времени. Вкратце, военные способны уничтожить комету ракетами. Но что-то пошло не так. Следы падения одного из обломков кометы Биела мы хорошо видим в Северном Тибете. Это современная пустыня Токламакан. Свою гипотезу столкновения и пораженных территорий Евразии я показал в фильме «19 век. На нас упала комета». Обломки кометы, разрушенной на орбите, сыпались на Землю около трех лет. Были выжжены и засыпаны песком кометного вещества все государства, находящиеся в зоне современных пустынь. На территории России это Средняя Азия, где население свободной Тартарии было, видимо, полностью уничтожено. А также тот самый Катай, Западная и Восточная Сибирь. Но об этой территории я буду говорить в своих следующих фильмах. Далее пыль от того же кометного вещества выпала в атмосферу, где и смочилась водой из того же кометного вещества. Так и шли грязные дожди, которые залили грязью практически весь мир. При высыхании грязь и стала той самой глиной, засыпавшей города. Эту гипотезу я представил в фильме «Весь мир утонул в пыли 19 века». А вот после пика глобальной катастрофы, длящихся три года, началась война между Западом и Востоком. Война внутри Священного Рима. А позже в эту войну был втянут весь мир. Одна из областей этого Священного Рима, которую мы сегодня знаем как Великобритания, начала подчинять весь мир себе. Эта Англия, область бывшей Священной Римской империи, наименее пострадала от той самой глобальной катастрофы. И видимо с остатками технологий она и решила, как обычно, захватить весь мир. Под ее влиянием начались те самые европейские революции, направленные на уничтожение местных элит. В общем, в первые годы после потопа Англии удалось собрать некий союз, в который входили Англия, Франция и Сардинское королевство. Объединенные войска этих государств и штурмовали Крым. Османская империя, попавшая под их зависимость, была лишь плацдармом. Но самое главное, видимо только в это время, конца 40-х, начала 50-х годов 19 века, и произошел реальный религиозный раскол в христианском мире. Похоже, что до этого момента все мировое христианство было под единым управлением, управлением Папы. Сейчас это, конечно, тяжело понять, что католики и православные подчинялись единому центру. Но очень много фактов говорит именно об этом. И похоже, что только во второй половине 19 века христианство и разделилось на все те направления, которые мы видим сегодня. По крайней мере, относительно православия, мы хорошо знаем, что Библии начали печатать только в 1870 году. Скорее всего, после этого момента только и начал возникать тот самый канон современного русского православия. Пока моя гипотеза, конечно, только приблизительная. Реальных исторических документов того периода до нас не дошло. Фальсификаторы второй половины 19-го, начала 20-го века об этом позаботились серьезно. Но есть вот такое вот высказывание кардинала Сибура, архиепископа Парижского. Вот вам реальные причины Крымской войны. Войны между Западной и Восточной Европой. В Восточную, кстати, кроме русских, входили и пруссы. И это мы хорошо показали в своем фильме «Бык, медведь или грифон». На Севастопольском кладбище героев Крымской войны вместе с русскими офицерами похоронены и прусские. А вот англичане, французы и турки похоронены совершенно на других кладбищах. А теперь причины. Что же нам сказал кардинал Сибура? Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война священная. Это не война государства с государством, народа с народом, но единственная война религиозная. Все остальные основания, выставляемые кабинетами, не более чем предлоги. А истинная причина, угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь Фотия. И я думаю, это не тот Фотий, константинопольский патриарх 9 века, о котором говорят историки. Это какой-то современник того периода. И еще одно подтверждение религиозного раскола. Почему-то вдруг началась дележка между латинянами и православными, ключа от Вифлеемского царства. В результате дележки в 1853 году, как раз году, когда началась эта самая Крымская война, ключи от царства церкви гроба Господня достались латинянам. То, что я сейчас озвучил, является лишь направлением новых исследований. А как думаете вы? Пишите в комментариях. Большая катушка Мишина. Достаточно 15-30 минут, чтобы исчезла боль в пояснице. Также катушка применяется для очищения организма от токсинов, для лечения сердечно-сосудистых и простудных заболеваний. Прикладываем на грудь 1-3 раза в день. Первые дни может быть тяжело, но после организм очистится. Катушка ТОР. Действует на боль в коленях и суставах точечно. Применяется при болезни почек. Ежедневные сеансы по 15 минут. Пользуйтесь катушками только проверенного производителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...